Мы сегодня будем готовить сырники и разговаривать о твороге. Польза и вред. Польза и вред. И вред. Пишу сейчас комментарий. Начну его сейчас опубликовать. Мы начнем с того, что сделаем вкусные сырнички. Как это? Вылежу. Моя любимая, честно говоря, маска. Она у меня была в одном из последних постов. И многие говорили, что вам так идет. И говорит, какая-то прям царевна. Ну, я вам открою тайну, что все эти маски я создаю для себя. Сейчас на минутку. Залью изюночек. Привет, привет. Залью изюночек кипяточком. Просто забыла немножко это сделать. Привет эфиром. Да. Привет, привет. Итак, творог вред и польза. Все мы поговорим, потому что общепринято это мнение, что творог очень полезен. В общем, мы начнем с приготовления. Я начну сначала готовить сырнички. Всем привет. И после того, как я поставлю их уже на сковороду. Вот у меня, видите, творог. Здесь вот 4 пачки творога. То я, в общем, пока они там готовятся, я поговорю и отвечу на ваши вопросы. Какие у вас есть вопросы, сначала мне напишите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно. Я вот вам помашу всем. Хорошо ли меня слышно. И видно. Если меня хорошо слышно, поставьте пятерочку. Если не хотите много-долго писать, просто напишите 5. Привет. Да, напишите, вот кто мне ручкой помахал, привет. Напишите, пожалуйста, как меня сейчас слышно. Потому что стараюсь говорить негромко. Ребят, немножко переболела я тут ангиной на днях. Привет. Хорошо? Ну, отлично. И все у меня кулинарные эфиры, ребят, я планирую обычно по средам. Мне как-то это удобно, среди недели. И к концу недели, пятница, суббота, это обычно какой-то теоретический эфир о пользе продуктов и так далее, о вреде. Но сегодня я, в среду я, в общем, это дело пропустила. Просто не смогла разговаривать. Поэтому я сегодня хочу в этом эфире сочетать, как бы, будем готовить и разговаривать в этом уровне. Так, какие у вас есть... Вообще, напишите так. Так, любите ли вы сырники? Любите ли вы творожок? Там, с чем вы его любите, например? Как вы его готовите? Вообще, безусловно, творог или творог, там, да, по-разному его, в общем, правильно назвать. Кстати, как правильно ударение поставить? Вот посоветуйте, кто это хорошо у нас тут филолог, кто знает. Как правильно ставить творог или творог? Я вообще творог говорю, не знаю, я так привыкла, наверное. Если даже говорить неправильно, то мне, наверное, уже поздно переучиваться. Дело все в том, что этот продукт, в общем-то, достаточно сам по себе натуральный. Он приготовлен, безусловно, из молока, да, и молоко створаживается, как мы говорим. Вот. И молоко, получается, разделяется на закваску, да, вот эту вот на молочную сыворотку и более такую твердую, скажем, вот эту часть, как творожные зерна, или, может быть, как-то еще, может быть, это все правильно можно сказать. То есть, вообще, вот эта вот вещь, из которой делают творог, либо сыр. Вообще, раньше творога на Руси, например, понятия творога не существовало. Существовало понятие сыр. Отсюда и пошло вот сырники. Вот откуда мы говорим сырники, это вот как раз из того. То есть, творожники, да, даже немножко неправильно. То есть, творог, слово творог, оно уже пришло немножечко к нам позже в русский язык. Сначала это были именно сырники. Привет, Яма. Да, мы сегодня сырники готовим. Слушайте, я вот не понимаю, у меня, по-моему, никак эти комментарии долбаные не прикрепляются. Вот я его прикрепляю, прикрепляю. Видите, что, не прикрепляется. Вот я его прикрепить. Не прикрепляется. Вот бывает такое в инстаграме. Вообще, меня в последнее время инстаграм, я не знаю, удивляет. Значит, что нам с вами понадобится? Все, мы сделаем рецептик, положим на сковороду. Или сковороду. Я уже сегодня что-то заговаривалась после этой ангины долбанной. Короче, 4 пачки творога. Как будет брать лучше творог? Я сейчас все вам расскажу. Постепенно, когда они будут уже жариться. Но вот именно почему такой творог, я тоже об этом все расскажу. А сейчас просто кратко скажу, что 5% творог. И сырники у нас сегодня будут, сырники или творожники будут полезны. Куто с керобом. Плоды рожкового дерева. Кероб. Кто знает, что такое кероб, напишите, пожалуйста. Напишите, я знаю, что такое кероб. Или я не знаю, что такое кероб. Напишите. Так, привет всем. Кероб выглядит, посмотрите, вот так. Абсолютно как какао. Продается. Ну, я в магазинах здоровое питание. У нас в аптеке, вот в гаранжике тоже. Кероб по вкусу как какао. Очень похож на какао. Поэтому я полностью его заменяю. Но он не дает аллергических реакций. В общем, на 4 пачки творога я кладу 2 пачки. 2 сверху. Ложечки кероба не дают аллергических реакций. И по составу очень полноценная такая еда. И здорово заменять детям. Знаете, есть детки, которые на шоколадки реагируют. Щучки покраснели. Ну, не то, чтобы какая-то аллергия сильная или еще что-то. Мы говорим, ой, не ешь шоколад, не ешь шоколад. Можно не говорить детям, не ешь шоколад. Можно заменять на кероб и печь шоколадный. Типа как бы, да? Кексы. Но на самом деле, привет, да. Спасибо большое за комплименты. Тоже думаю, что красавица. Особенно в этой масочке моей. Она мне прямо очень нравится. Итак, творог пошел, кероб пошел. В общем, у меня 4 пачки творога по 180 грамм. Так, ну я вот выбросила пачки, это обычный кубанский молочник 5%. Что я еще беру? Ну я уже о принципах питания своем рассказывала. Еще буду говорить. Это у меня обычная цельнозерновая мука. Берите или пшеничка цельнозерновая. Полбиная мука цельнозерновая. Безглютеновая хорошая. Это вот не цельнозерновая, обычная гречневая. Но она безглютеновая. Гречневая вообще шикарная мука. Мне вот дети почему-то посыпают именно с гречневой люди. Она такая вот вкусная, поджаристая. Можно делать и зеленую гречку для этого использовать. Я ее проращиваю. Кстати, я сейчас покажу. Я 4 ложечки положу туда. Буду размешивать и вам рассказываю. Итак, что у меня потребовалось? Потребовалось 4 пачки творога. Или творога, как правильно скажите, пожалуйста. Ага, привет, привет всем. Саш, привет. Как Петербург там? Мы сегодня сырнички готовим и говорим о пользе творога. Но у меня почему-то не прикрепляется в комментарии. Это 2 ложки полных кэроба. Это заменитель какао. То есть у кого детка, например, аллергические реакции на какао, на шоколадки. Можете нормально, спокойно заменять кэробом. При этом кексики, сырнички, блинчики. Это будут все как бы типа шоколадные, но это будет другая вещь абсолютно. И более полезная, правильно. Потом мы муку берем, например, тоже любой безглютеновый. Кстати, очень круто рисовая идет. Рисовая мука с сырниками, они прям очень хорошо клеят. Она немножко рассыпается. Но она безглютеновая, понятно. А вот рисовая, несмотря на то, что она безглютеновая, она очень хорошо клейкая и липнет. И сырнички такие белые, красивые, да. Получаются шикарные, мне очень нравится. Так, получилась у нас вот такая масса. Я сейчас не буду это все показывать на камеру, потому что руки будут грязные. Не хочу ее туда-сюда переставлять. Вот, поэтому уж поверьте мне. Я покажу потом, что получится. Значит, берем горсть изюмчика. Видно, да? Я ее просто запарила. Ну, небольшая горсточка. Сейчас сливаю воду. Можно запарить. Вообще, там, на час запарить. Ничего страшного. Я вот запарила с начала эфира. Буквально 10 минут. Высыпаю. Все. И просто сейчас ручками это все дело перемалываю. Но камеру вам переводить не буду. Перемешиваю. Потому что руки будут, соответственно, у меня грязные. Творог идет 5-процентный. Ну, и давайте опозитворный. Любите вообще творожнички? Любите ли вы сырнички? Напишите запеканочки. Что готовите из творога? Вот эту массу нужно очень хорошо перемешать. Ручками, ручками. Можно двумя ручками. Не будет нормально. Я потом покажу, что получается. Это не будет идеально никакое тесто. Так как это безглютеновая мыка. Все абсолютно будет рассыпаться. В общем, не любит склеиваться. Вот. Что в таких случаях нужно делать? Обратили внимание, что я для склеивания не использую яйца. В данной ситуации. Вообще. Здесь вот у меня кэроп, он как-то хорошо работает в качестве склеивателя. Всегда вот они получаются достаточно такие нормальные. Липнут. Липнут к рукам. Сейчас покажу. Вот у меня уже, в принципе, и готово. Видите, тут 3 минутки. Сейчас покажу, что получается. Вот, посмотрите. Видите? Вот. То есть, если я беру кусочек, он должен вот таким образом склеиваться. Просто нужно хорошо перемешивать. Вот. Вот такое получается у нас. Привет-привет. Мы делаем сырнички сегодня с каэробом и с гречневой мукой. Так. Девчонки и мальчишки. Сейчас буду переводить его, по-моему, ручки и камеру переведу. Вот мне не переведут, что грязными руками. Вы понимаете? Сейчас потерпите маленечко. Я сейчас... Потому что это все будет на камеру неэстетично. Влажными руками. Видим он сейчас. Ну, как бы... Прямо самому мало. Смит и не надо сильно. Влажными руками. Что мы теперь делаем? Посмотрите, у меня насыпана еще кукурузная мука. Очень круто работает рисовая. Вот здесь кукурузная. Можно рисовую брать. В качестве такой обваливателя. Уже можно включать сковородочку. Я ее включаю. И я их уже тогда буду выкладывать. На огонь чуть выше среднего, но не очень большой. У меня из десяти этих делений я ставлю на семерку. Можно наливать кокосовое масло. Можно утопленое сливочное. И вот так я, видите, скатываю шарик. Скатываю шарик влажными ручками. Что теперь мы делаем? Мы теперь его немножко приплюсчиваем. Вот так. Видите, если будет рассыпаться, чуть-чуть вот так склеиваю. Вот. Чтобы напоминало вот такой вот у нас пирожок. Да? И вот здесь нужно, конечно, обязательно обвалять в муке. Вот таким образом. Я обваливаю, потому что без обваливания такого рода у нас вещи, они не получатся нормальные. Какой еще штрих, финальный штрих для сырничков? Мы берем тупую сторону ножа и делаем деление на одной стороне. Вот таким вот, видите, посмотрите, вот так, да. И на другой стороне. Вот так я делаю деление. Посмотрите, у меня получается вот такая решеточка. Видно, да? Теперь мы это сырничек кладем на сковородку. И все то же самое повторяем с остальными сырниками. Так. Надо ждать. Надо же, как держит. Это кэроб хорошо работает. И творог 5% берите. Посмотрите, если, ну, все от творога зависит. Если не получается у вас, и они все начинают, например, подразваливаться, есть очень хорошая вещь, у меня фишечка, как обойтись без яиц. Это семена чья. То есть я водичкой заливаю, там, например, там, ну, за час до приготовления, за полчаса даже до приготовления. Вот видите, вот такой получился красивенький. Правда, Ян, красивенький? Я вот такие вообще обожаю. Чтобы они, знаете, вот и деткам нравятся. Они маленькие, хорошенькие. И они съедаются просто. И обязательно вот такая решетка. Это просто фирменный мой снаг. Если решетку не сделаете, сырники, блин, все развалятся. Ничего не получится. Сейчас немножко на себя. Да? Так, смотрите по муке. Мука у меня кукурузная. Обычная кукурузная мука. Напись на кукурузная мука. Сейчас гарнец делаю. Вот я сейчас покажу. Я просто грязнющий здесь. На камеру так хочется эстетики побольше. Вот такая обычная гарнец мука. Она везде продается. Я вообще люблю гарнец. Вот, пожалуйста, у меня здесь добавлено гречневое. То есть 4 пачки творога. 4 столовые ложки. Вот я люблю так. 4 пачки, значит, 4 столовые ложки муки. 2 пачки, 2 столовые ложки муки. И так далее. Сейчас я пока отключу, тоже с вами болтаю, чтобы мне там ничего не сгорело. Вот такая идет пропорция. Если едим с сахаром. Ну, едим так едим. Я, видите, сахар не кладу, потому что я сахар вообще не ем. А мои, они поливают какими-то сладостями тут. У меня всего достаточно. У меня вот здесь мед стоит. У меня, вы знаете, я люблю сироп топинамбура. У меня вот абрикосовое варенье сварено с лета. В общем, им все это сладости хватает, они себе это все добавляют. Вот. Ну, в принципе, ничего плохого не будет, если вы сюда, например, добавите сахар, да, и вы не любите, скажем, совсем не сладкие. Нормально, ничего страшного. Можно они рафинированные коричневые. Ну, используйте вы белый. Пока не можете себе отказать. Добавьте сюда тогда сахара, например. Ну, смотрите, как сахар будет соединяться. Я бы тогда все-таки чия посоветовала. Дальше. Что мы делаем с семенами чия? Вы где-то две столовые ложки, вот на четыре пачки творога, запарьте водичкой, ну, такой непрям кипятком, такой тепленькой водичкой за час залейте, и чия разойдется. Вот. И они такие разбухнут, семена. Они работают как загуститель, например, у веганов очень хорошо, в веганском питании. Можете использовать аквафабу хорошо вместо яиц. То есть, я просто-напросто таким образом минимизирую как бы использование яиц. Если дома яиц не оказалось, что делать? Да ничего не делать, выпекать сырники без яиц, и вообще ничего страшного. Не случится у вас ничего. Хорошенький. Ой, вы что, абрикосовое варенье – это просто моя любовь. Потому что я его варю, честно говоря, вкусно. Там сахар. Вот. Но это для сохранности и удешевления. Но просто, к сожалению, на коричневом, извините, там 10 килограмм не сваришь, да? Вот следующий пошел. Решеточку обязательно, всем повторяю, что обязательно ножиком нужно сделать вот три на три вот такую шахматную решеточку. И пошел следующий. И пошел следующий. Так. Да. Вот что вы варите? Какие варенья вы приготовляете? Приготовляете, короче, варите летом. Что вы любите? Вот напишите мне, пожалуйста. Пока я тут вот… Я люблю, посмотрите, сначала я просто крепенько вот так вот люблю шаричек, кто присоединился. Не надо его давить сильно, все рассыпется нафиг. То, что все это без яиц. Потому что я делаю без яиц и без сахара. И потом сверху чуть-чуть придавливаем. И у нас такие бортики, как бы, формируем бортики. Потом обязательно обваливаем в кукурузной муке или в рисовой муке. Убираем белую пшеничную, потому что, ну, например, глютенчик там, да, в общем, все говорят, если нет противопоказаний, ну, ничего такого страшного. Но она же пустая, там, в общем, мало чего просто полезного. Возьмите цельнозерновую пшеничную, вваляйте цельнозерновой пшеничной, в полбиной. Мозаика ферментейшн, привет, 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 да. Клубничная вы варите, умнички, да. Хорошо. Пошли дальше. Как у баки у вас погоды стоят. Я знаете, варю? Я варю, вообще я варю не очень много. У меня вот, я приехала с Камчатки в Геленджик два года назад. Я варила как оглашенная абрикосы. А у нас растут абрикосы в Геленджике и клубники, и здесь море. И вот мы приехали, короче, и я первый год, это еще у меня квартира, вот мы сделали здесь ремонт, я пишу Цика Лоля в Геленджике, и вот это все про эту квартиру я рассказываю. Вот, у меня там пост вышел Лоля в Геленджике сегодня про то, как я заказывала вот этот кухонный гарнитур. Слушайте, это вообще хохма. Я сейчас покажу его вам. Вот видите, у меня вот такой кухонный гарнитурчик. Ну, тут вот неудобно мне на штативе, но это вообще что-то с тем-то. Эта эпопея будет длинная. Я вам этот, Оля, в Геленджике буду долго-долго писать, потому что эпопея с кухней, это долгая эпопея. И, короче, мы приехали еще пока эта квартира была не готова, мы жили на съемной, и я, в общем, варила. А у меня ребенок тут, это самое, грубо говоря, на сиськи висит, да, еще старшая дочь, там ей, по-моему, сколько было, 10 лет. Вот, квартира своей нет съемная, а я как дура бегаю на рынок и таскаю 10 килограмм клубники, притащу, варю. 10 килограмм абрикос, притащу, варю. В общем, это капец какой-то, потому что мне это невозможно. Хотелось заморозить, сварить, завялить там. Вот это есть, есть, есть. Короче, мы это потом ели, эту клубнику. У меня муж приехал с сыном только в сентябре месяце. У меня все это было заморожено, наварено, и мы ели еще весь сентябрь эту клубничку. Ну, понятно, в сентябре много всего вкусного, но клубники нет. Поэтому я, соответственно, давала им просто замороженные вещи такие. И уже тогда я стала отходить вообще от сахара как-то. Потому что думаю, ну что, ну сколько можно это варенье? Ребят, ну теперь про творожок я вам еще буду постепенно тоже проговаривать. Хорошо? Потому что у нас сегодня польза творога. И кто мне ответит на вопрос, любите ли вы творожок? С чем вы его едите? С чем вы любите творожок? Вот опять, смотрите, обваляла в кукурузной муке. И опять насечки. Без насечек вообще невкусно будет. То есть, насечки здесь, насечки самое важное. Я, в общем, ношу их, пока выкладываю на сковороду. Так, итак, что у нас в творожке есть? Это, во-первых, много витаминов. Это много микроэлементов. Я чуть бумажечку буду подглядывать. Я специально, потому что и лепить, и следить за сковородой, и из головы что-то. В общем, это сложновато. Не хочется упустить. Питательные вещества. Белок, который содержится в твороге, в общем, что его достаточно много. Это вообще белковый продукт. И всегда даже спортсмены, когда говорят, белковый ужин, белковый ужин, они имеют в виду, в том числе, например, сырничков поесть. Так вот, белок, который содержится в твороге, называется казеин. Это очень легко усвояемый белок. Гораздо легче он усваивается организмом, чем, например, мясо. Посмотрите, если немножечко подразвалиться, ничего абсолютно страшного, потому что творожки вот эти вот, они схватятся на сковороде, и все будет окей. Так, ну все, я уже включаю. Так, на семеночке. Ой, ну слушайте, я их прям сегодня много так сделала. Итак, что еще содержится? Незаменимые аминокислоты. Вот аминокислоты, это очень, конечно, вещь такая, действительно незаменимая. Если вы делаете вот такие вот творожники или сырники без сахара, то я предпочитаю их поливать потом сиропом топинамбура, который сам по себе очень полезный и содержит 32 аминокислоты. И плюс творог содержит, да, аминокислоты свои собственные. Дальше подсказываю, медленно переваривается, а значит вам он обеспечивает чувство сытости надолго-надолго-надолго. То есть что? Мы имеем в виду завтрак. Вот завтрак, это в принципе вещь очень хорошая. Вот по поводу ужина мы еще с вами поговорим. А по поводу завтрака, то есть нормальный здоровый человек там, ну 100-200 грамм творога, а 2-3 раза в неделю это нормально. Вот, то есть не надо там его каждый день эти творожки есть, да, вот и смотря какие творожки. Дальше. Молочный жир, который содержится в твороге, он легче усваивается, чем усваивается, чем в мясе, да. А вообще жиров нам нужно кушать. Обязательно нам кушать. Со смородиной, с черной или с красной? Ой, как я люблю черную смородину. Слушайте, у меня была дача на Камчатке, ну своя вот личная дача, я там выращивала черную смородину. На Камчатке, вот в этих вот условиях. Короче, у меня руки, конечно, в муке, они эстетичны. У меня была смородина, вот такая, как виноград. Вот я ее даже фотографировала со спичечной, 2-3 спичечных коробков. Что это был за сорт? Я абсолютно не знала. Малышка, бегаешь, ну вега, вега. Итак, что там у нас дальше? Молочный жир более легкий, чем в мясе. В общем, у нас дело все в том, что жиров нужно съедать 1 грамм на килограмм веса, знаете, да? То есть фактически, особенно для женщин, чтобы волосы были красивыми, чтобы кожа была замечательная, прекрасная. Вот, делаю насечки без насечек, творожнички не получаются. Вот, все, для этого всего нужен жирок. Можно кусочек сальса кушать, девочки, можно сальса, просто не нужно его, извините, там, шматами есть. А вот кусочек сальса, кто сальса любит? Добрый вечер, Николай, с черной. Очень приятно. Я обожаю еще черную смородину, это невозможно. У нас ее, она росла у нас на Камчатке, вызревала. И черная, и красная. Вот, и клубника у нас вызревала. Но все это, ребята, только в августе. А здесь я сейчас нахожусь, в Геленджике, и у нас уже ягодка эта, клубника, вот май уже скоро пойдет. Круто-круто. Итак, в день, если вы весите 60 килограмм, вот вам 60 грамм жира. Но учтите, что мы, например, в твороге тоже есть жир. То есть считается и молочный жир, то есть весь жир, который вы употребляете. Все, пошла последняя штука. Ой, хоть по нему не только не молитесь. Так, ну у меня тут совсем на парочку осталось. Это я уже после эфира. Пусть у меня пока жарится. Руки сполосные, буду вам вещать. Хорошо? Дальше протянуем. Так. Уменьшаю огонь. То есть у меня где-то из 10 на 7. Общее время приготовления сырников минут 8. Я уменьшаю на 5. И мы жарим на одной стороне пока. Просто жарим на одной стороне. Потом нужно будет очень аккуратно переворачивать. И, чтобы мы понимаем, это у нас вариант без яиц, без сахара. Вот такой вот облегченный вариант. Так, ну поехали. Дальше буду вам рассказывать. Значит, творог у нас нормализует микрофлору. Ну это понятно, да? Кисломолочный продукт, кисломолочка. В общем, нормализует микрофлору. Это нам все понятно. Понижает уровень холестерина. Хорошо для деток и для пожилых людей. Потому что там, в общем-то, есть кальций. И деткам, знаете, какую смешную ситуацию расскажу. В общем, рассказать вам... Вообще, я спрошу, наверное, сначала рассказывать какую-нибудь свою личную ситуацию. Или вам прочитать чисто про пользу творога. Вы мне останавливайте. А то я сейчас начну здесь еще какие-то личные ситуации. Приплетать. Итак, рассказать ситуацию. Тоже без сахара, Светлана. Я тоже без сахара. Я так считаю, что ну а зачем делать сахаром, если я не ем сахаром, да? Легче же какому-то человеку, который вот ест сахар, там, полить, да, чем-то медом, вареньем. Вот вы ешьте, я вот своим там, ну ешьте, ну ешьте. Но я очень люблю сметану. Вот я не ем майонез вообще ни в каком виде. Даже домашний. Творог и сырнички. Это очень здорово, что ребенчик любит. Понимаете? Потому что для зубок это очень полезная вещь. Короче, рассказываю. Не буду дожидаться вас. Рассказываю. У меня, когда я забеременела вторым ребенком, вот доченькой моей средней, Катюши, мы были в Санкт-Петербурге на то время. Я не знаю, может быть, мои родственники, кто-то здесь присоединился, будут пересматривать мой эфир. Я не буду, что так это сильно. Но смысл в том, что мы с Камчатки полетели. Ну, якобы, свадебное путешествие в Петербург. Приезжаем туда. Я великолепно себя чувствую. У меня приблизительно 8 недель беременности. И вот в один момент у меня начинается токсикоз. Причем вот начинается вот за минуту. Вот нет токсикоза. И вот начинается токсикоз. Просто на улице иду и токсикоз. В общем, вот такая ситуация. Я ничего не могу есть. Представляете? А это Новый год. Мы приехали к родителям моего мужа отдохнуть в отпуск. Он военный. Ему дали зимой. Нам где-то не давали. Но... Подождите, я сейчас гляну в сырнички. Сейчас. Так. Вот пора переворачивать. Особенно первые, которые... Я очень аккуратно переворачиваю. Потом покажу. Вот они с керобом или с... Если вы... Если есть кероб с керобом, если нет кероба, просто с какаос. Мы пожарили, они получаются такие прям коричневые. С шоколадным вкусом. Да еще мы поливаем сметанкой. Ребята, сейчас переверну. Хорошо. И к вам вернусь. И как раз про творог-то и речь. В общем, меня в Петербурге там закармливали творогом. Каждый день. А на Камчатке творог, он дорогой достаточно. Дорогого удовольствия. Вот. А тут, понятно, и цены приятные. И тут, значит, надо же ребенка кормить якобы, да? Так. Сейчас мы оставим. Знаете, на сколько? Вот минут еще пять. Но я уменьшаю огонь и накрываю крышкой. Так. Где у меня крышка? Где у меня крышка? Это я вот вечно теряюсь. Оп-оп-оп-оп. Все. Пришла крышка. Тут я просто волнуюсь. Все. Вот сейчас мы накрываем крышечкой на 4-5 минут. В принципе, можно даже уменьшить огонь прям вот даже чуть ниже среднего. Чтобы они именно пропеклись. Вот. И, короче, мой внук... Ага, да. Привет. 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 Всем машу. В общем, до кого дотягиваюсь, ребят. Мне свекровь приносит якобы творог со сметаной. Она мне каждый день кормила творог со сметаной. Творог со сметаной. Творог со сметаной. Я уже это есть не могу абсолютно. И вдруг она мне приносит уже тарелку. А я встать с постели не могла, если я, например, не поем. Вот. Ну, токсикоз, понятное дело. Вот. Она приносит якобы творог. А это оказалось, короче, мясо, ну, свинина пожарена, да. И сверху на ней был майонез. А она, в общем, видимо, не увидела там в темноте, в холодильнике. Взяла эту тарелку с мясом с майонезом. Мне это с утра подсунуло. И вот это на голодное желудок токсикоз. И, в общем, я это долго есть потом не могла. И ни творог, ни мясо с майонезом. Поэтому я не ем майонез вообще. Это я к тому, что почему я не ем майонез еще слих пор. Итак, давайте продолжаем. Деткам очень полезен творог. Как укрепляются зубы, укрепляются косточки. Привет-привет, всем машу. Да, сегодня про творог разговариваем. У меня, ребят, комментарии почему-то не прикрепляются. Дальше. Смотрите. Пронижает уровень холестерина творог. Тоже понижает уровень холестерина. Но поймите, вот этот момент правильно. Все без фанатизма. Это не значит, вот как у меня свою кровь начали меня кормить творогом ежедневно. Это неправильно. Противогрибковый эффект имеет. Видите, так как он нормализует микрофлора, то в том числе и имеет, оказывает противогрибковый эффект. Великолепно ведет себя в период менопаузы. Вы знаете, что в определенный период, в определенном возрасте у женщин кости становятся более хрупкими. Да? Потому что перестает усваиваться как раз кальций. Так вот творожок женщинам во время менопаузы очень показан. И мужчинам хорошо творог. Знаете, почему мужчинам хорошо творог? Потому что у них увеличивается выработка тестостерона. Знаю, как говорить, но вот когда начинаешь на камеру вещать, все слова вылетают из головы. Так, давайте поговорим теперь о витаминах. То, что у нас есть. Малышка, хочешь присядь здесь? У меня тут ребенчик прыгает. У меня дети, мы здесь все тут дома. Уроки учат и так далее. Кстати, чем вы занимаетесь дома на досуге? Напишите мне, чем вы занимаетесь, что готовите, например, что любите, чем обходитесь. Вот я, видите, решила вам сначала соус чимичури забасать, а потом думаю, ну что сидим тут по домам. Простые есть продукты. Творог, пшеничная мука, если есть, нет пшенички. В гречни вы любую берите. То есть смысл тут в том, что вам нужно на пачку творога столовую ложку вот это все замешать. Яиц можно не класть, но при этом все-таки хорошо бы добавить, например, или семена чиа для как бы для связывания. У меня в данной ситуации кэраб хорошо работает, он вот такой вот липковатый. А, знаете, что хотела показать? Сейчас я вот еще секундочку. Вот это я забыла показать еще в самом начале. Совсем забыла от слова совсем. Это семена льна. Вот вы можете использовать или семена чиа, или семена льна. Можете их запарить за час, или чиа, или лен. Ну вот лен подешевле стоит, чем чиа. И он тоже получается такая вот как бы водичка со слизью. Вот тоже можно в творожок, но не надо бухать все там, ну возьмите полкружечки вот так вот, да, там две столовые ложки. Кипяточком залили, пусть он у вас постоял. И вы просто вот в творожок добавляете. Почему? Потому что вот у меня творог кубанский молочник 5%. А у вас, возможно, другой. И у творога самая важная вещь еще это влажность. То есть творог по влажности разный, и лепиться может быть хуже. Для слепливания очень хорошо. И обваливать в кукурузной, либо в рисовой. В рисовой идеально. У меня просто рисовой сейчас не оказалось. Она совсем идеальна. Итак, витамины какие у нас, да, содержатся в твороге. Давайте расскажу. Витамины В, С, Е, кальций и магний. А теперь мы с вами поговорим об обезжиренном творог брать или с жиром. Вот расскажите мне, пожалуйста, какой творог вы берете, покупаете в магазине, когда вы, например, на диете. Стараетесь ли вы покупать обезжиренный творог? Так, я сейчас, наверное, уже присяду, потому что уже я не буду мотаться. У меня там сырники дозревают. Итак, расскажите мне, пожалуйста... О, мне сырнички уже готовы. Сейчас пока приберусь. Напишите мне, пожалуйста, пока я жду вашего ответа. У меня тут еще на два сырника. Чуть попозже уже после эфира-то готовлю. Напишите, пожалуйста, покупаете ли вы обезжиренный творог? Ну, и в связи с чем это? Почему вы покупаете обезжиренный творог? Вот этот вот момент для меня очень важен. Напишите, пожалуйста, покупаете ли вы обезжиренный творог? Так. Пишем? Пишем? Или не пишем? Или стесняемся? Сейчас, ребят. Так, я тут чистоту набила. Сейчас у меня уже сырники готовы. Я их буду вам показывать. И потом с вами договоримся. Ой, слушайте, тут такая... Тут такая красота. Тут такая красота. Я еще и салитаны возьму. Вот. Я очень люблю покупать каймак. Кавказский долгожитель. Я люблю домашний творог. Да, сейчас про домашний тоже расскажу вам. Тоже. Давайте посмотрим, какие у нас они получают. Ну, я такой самый красивенький. Я потом в сториз вам скину фоточку. Так-так-так-так-так-так. Ой, чтобы не упало, не упало. Так. Вот, посмотрите. Вот такие получаются у нас сырники. Они получаются темные. Такого коричневого, да, шоколадного цвета. Мы сверху накладываем. Так, сейчас сметанку. Или каймак. Вот у меня в данной ситуации это и каймак. Кавказский долгожитель. И если вы любите все-таки, вы на переходном периоде, вы еще не отказались от сахара, но вот хотите чуть-чуть жизнь подсластить, полейте в сироп оптопинамбур. Или полейте ложечкой меда. Это будет очень вкусно. Видите? Вкусно, правда, получилось? Вот там еще изюмчик у нас торчит. Кайф. Ням. В общем, это я все доготовлю попозже. Сырники у нас получились. У меня на ИГТВ несколько вариантов сырников. Смотрите, там буквально 3 или 4 идут ролика. 3 или 4 ролика, где я экспериментирую с творогом и с различными добавками. Посмотрите мои ролики. Там как раз есть вот этот рецепт с кэрбом. Я сейчас его выложу в сторис, и вы можете посмотреть. Там почти полторы минуты буквально. Видишь, как короткая-короткая. И буду вам еще что-что-что дорассказывать. А как я буду вам дорассказывать? Я буду вам дорассказывать, где-где-где-где-где мой конспектик делся. Вот. Так, все, нашла свой конспектик, чтобы мне просто не пропустить главный. Дело все в том, что очень важна жирность творога. То есть, я уже говорила о том, что жир нам болезен. И вы тоже, в принципе, не должны себе совсем отказывать в жире. Привет-привет. То есть, получается, что жира нужно съедать в том числе и молочного. Молочный жир усваивается гораздо лучше, чем, например, жир от мяса. Вот. Но это тоже животные жиры. Например, веганы, они, в общем, стараются исключить и молочные жиры, в том числе животного, потому что происхождение. Вот. Есть те, которые полностью не исключают. И это тоже, ну, как бы, они же там тоже разные линейки подразделяются вегетарианство на разные линии. Вот веганы, они вообще его исключают. Вот. Но они там восполняют свое меню другими вещами. Там, это нерафинированные масла, орехи. Это тоже рацион, который они очень хорошо рассчитывают. Если мы не отказываемся, то мы должны себе позволять в жирах. 60 грамм жира на 60 килограмм веса. Ну, то есть, фактически, средний человек, средняя женщина должна потреблять 60 грамм жира. Но это не значит, что вы должны взять и съесть кусок сала 60 грамм. Это имеется в виду, что жир, он вообще содержится во многих продуктах. В катклетках, в курочке, в творожке, там, не знаю. Ну, то есть, во всем. И вот всего этого 60 грамм. Но что делают на производстве, когда получают обезжиренный творог? Обезжиренный творог получен немножко, скажем так, неистичным. Торцы убирают, якобы делают такую здоровую пищу. Посмотрите, что мы недополучаем. То есть, если у нас есть жир в твороге, то есть, если творог уже 2%, 5%, да, то уже, вот я вам прочитала, содержится, например, в обычном торге БЦЕ, кальций, магний, фосфор, а еще добавляется фолиевая кислота в торцинк, витамины В12, например. Понимаете? То есть, у нас жирный творог, он более полезный получается. Это раз. Во-вторых, если мы едим обезжиренный творог, то есть вероятность питаться сахарами скрытыми. Мой вам совет. Мой вам совет – это 5% творог. То есть, не слишком жирный, но и не обезжиренный тоже, да, потому что и то зараза, и то зараза. Если есть у вас возможность покупать у проверенного фермера домашний творог, то это обязательно, ну, я уже сказала, да, должен быть проверенный фермер. В определенном месте вы должны. Потому что творог – такой продукт, который требует, конечно, производства чистых рук, отсутствия болезнетворных бактерий при производстве. То есть, там не должно быть кишечной палочки, и он не должен быть сильно жирный. Потому что домашние фермерские творожки, они могут достигать уровня жирности как 15-20%. Вот это лучше себе часто не позволять. Как можно это нейтрализовать? Посмотрите, вот вы сегодня поели фермерский творог, привет-привет, а завтра, послезавтра, например, сделайте сырники, например, из 5-процентного. То есть, фермерский жирный, какой-то очень жирный творог, ну, не позволяйте себе это очень часто. Ну, вот такой, например, мой будет совет. Так, что я еще вам не сказала? Да, как нужно еще выбирать? Дело все в том, что нужно еще смотреть, чтобы был творог, например, да, по ГОСТу он должен произведен быть. И это не должна быть какая-то просто творожная масса или замена какого-то, ну, в общем, как творожный продукт, скажем так. Или пишут сырный продукт, творожный продукт. Что-то может быть в составе. Растительные масла, пальмовые масла – это нам не надо. Это загустители различные идут. В общем, короче, всякая разная химия, проще говоря, и она нам тоже не нужна. Поэтому я, привет, привет, Лена, я за 5% творог, скажем так. Не покупайте готовые творожные массы. Очень вкусные творожные массы, всякие творогушки, которые очень жирные, еще с наличием растительных жиров. Это не фермерский творожок вам. То есть он жир достигается тем, что там наполняют растительными жирами, искусственными, имеется в виду уже как бы искусственно. То есть это не молочный жир, который естественным образом содержится в этом творожке. В том числе пальмовое масло. И плюс заливают, да, все шоколадкой, все очень круто. Поэтому, ну, побалуйте ребенка своего там, если уж совсем он там хочет. Ну, просто это делайте нечасто. Лен, а вы готовите сырники? Любите творог, сырники вот там у себя в Лондоне? Вот такой у меня к тебе вопрос, пока ты мне отвечаешь. Оптимал, короче, это 5%. Теперь, как распределить сырник? То есть мы уже заканчиваем, мы уже долго с вами, на самом деле, готовим. Почти уже, ну, около часа. Я уже пожарила сырники. Сейчас покажу, что у нас получилось. Смотрите, можете пересмотреть эфирчик. У нас получились вот такие вот сырнички с керобом, без сахара, без яиц. На гречневой муке. Обваливали мы в кукурузной муке. В общем, получается прелесть, да, еще с изюмом. Вот такая вещь. Это достаточно полезно, шикарно на утро. Это я вообще готовлю на завтрак сейчас. То есть в идеале такую еду распределять нужно именно на утро, на первый прием пищи. Если вы творог едите, например, на ужин, да, ну, там у вас котлетка, допустим, присутствует, или салатик, то творог можно пробить, например, с чесноком, с зеленью, такую получить творожную массу. Намазать ее на зерновой хлебушек, подать на куске помидоры. Это тоже будет достаточно вкусно, я думаю, полезно. Можно немножечко подсолить какой-нибудь хорошей вкусной солью. Итак, утро сырники – это оптимал. Вечер лучше творог с зеленью, то есть без сахаров вообще стараться, как бы десертные вещи исключать. Вообще фрукты, с фруктами, даже если вы едите творог, с фруктами, с сиропом топинамбара полили, туда там нарезали каких-нибудь, там, грушку запеченную, там, яблочко туда порезали, то это можно, например, превосходный завтрак себе, значит, сделать. Противопоказания. Вот теперь о противопоказаниях. Смотрите, кому нельзя творог? У людей, у которых атеросклероз, у которых непереносимость лактозы. Она, конечно, считается, что в твороге нет лактозы, но все-таки бывает, что в минимальных количествах содержится, поэтому лучше исключить. Есть на медицинских диетах тех, у кого, например, с почками проблемы, то считается, что творог не нужно есть. Но вообще спрашивайте своего доктора, что вам. Вот у кого там поджелудка желчной и почки, вот здесь вот эти, это есть повод спросить своего доктора. Далее, что плохо в твороге? Плохо то, что у него недолгий срок хранения. Домашний творог, если вы дома сделали, например, он хранится не более 36 часов. Если у вас в упаковке купили в магазине, там до 5 суток хранения, читайте упаковку с урок хранения. Доставайте с полочек где-нибудь там позади. Знаете, что у нас менеджер в обычном магазине выстраивает то, что старенькое, но выстраивается здесь на полочке. В конце концов, скоро мы увидимся из дома и опять пойдем в привычный супермаркет. Дальше, некачественный, несвежий. Конечно, если вы, например, открываете пачку, а на твороге какой-то налет, желтый, да не да бог какая-то плесень, такой творог есть нельзя. Даже с него не делайте сырники, я вам вообще не советую. Так, и вам еще вот такое, напоследок, творог это все-таки продукт, который имеет высокий инсулиновый индекс. То есть есть 2 понятия у продуктов. Это гликемический индекс и инсулиновый индекс. Так вот, понятие гликемический индекс, это возникло немножечко раньше. И у творога низкий гликемический индекс. И поэтому, соответственно, поджелудочная железа, это индекс, который показывает, сколько инсулина, поджелудочная железа выкинет в кровь и насколько увеличивается вообще сахар в крови. Я вот как дилетант, конечно, все это объясняю, не диетолог. Но вот это мое такое понимание, я все-таки этого читала. Вот эти вот вещи. И, конечно же, важно, чтобы у продукта не был высокий гликемический индекс, даже если вы, в общем, абсолютно здоровы. Но есть еще понятие инсулиновый индекс, так вот у творога инсулиновый индекс высокий достаточно, причем у разных видов творога. Даже если это 0%, вы получаете, то есть калории у вас меньше с одной стороны, вы хотите попитаться обезжиренным творогом, как раз когда сокращаете у себя калорийность питания, например, вы ходите на творог, но вы при этом что имеете? Вы при этом имеете следующее, у вас стоит вес. То есть жира потребляем меньше, но не худеем. Вот такой получается нонсенс у продуктов с высоким инсулиновым индексом. Так что постарайтесь смотреть, таблицы такие есть в интернете, сколько угодно. Старайтесь у продукта интересоваться гликемическими индексами и инсулиновыми индексами и, в общем, для себя делать какие-то выводы. Итак, сегодня мы говорили о творожке, о пользе, о вреде его. Мы приготовили вот такие сырники. Привет-привет. И у нас 4 пачки творога, 4 столовые ложки муки, в принципе, любой муки, это может быть полбина, гречневая, рисовая. У меня без сахара. Здесь немножко изюма распаренного, грамм 50 приблизительно. И у меня еще 2 столовые ложки кероба. Все это хорошо-хорошо, надо размешать, вымешать, чтобы стало липкое такое. Привет. Да, привет. I don't understand you. Вот. И дальше обваливаем в кукурузной, либо в рисовой муке. Обжариваем. Где-то приблизительно 8 минут на среднем огне. Вторую сторону жарим под крышечкой. Все. Приятного вам аппетита. Я сохраняю обязательно этот эфир. И мы с вами прощаемся. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok